Сейчас вот мы наблюдали за повтором упражнения Дмитрия Волкова, а тем временем Нина Карцева исполнила первый прыжок. Сейчас у неё будет второй, мы его обязательно посмотрим. И вот повтор первого. Ну вот мы сейчас сразу видим с вами ошибки. У неё ноги разбросаны, два вращения она сделала, но очень большое сгибание туловища было. Скажем, у неё получилось. В итоге молодец, собралась. Ну так, ладно. Не сдалась, так скажем. Хотя, конечно, после первого такого провального прыжка шансов у неё было немного. Нина Карцева. Вторая попытка. Девчонки очень невысокого роста, и для них конь-то, в общем, высота его 120 сантиметров, она, в общем, кажется достаточно высокой, чтобы её преодолеть. А надо же не только перевернуться, а надо ещё вытолкнуться так руками и создать такую высокую траекторию полёта во второй фазе, чтобы успеть всё выполнить. Сальтовое движение, поворотовое движение, это вокруг продольный и поперечный. В общем, тут, конечно, сложнейшая виртуозность. Вообще, такие претензии, то есть такие требования предъявляются гимнасткам, вот этим вот. Я считаю, что они супер-виртуозные, супер-профессиональные, супер-великолепные девчонки, которые способны вот это нам показывать. И они любят от этого гимнастику. Они же вращаются, вот как говорят, кошку кинь с любой позиции, она всё равно на лапы придёт, да? Так, у меня какая-то есть вот такая аналогия с гимнастками. Дождалась, наконец, разрешения на вторую попытку Нина Карцева. Для меня это самое неприятное, такое долгое ожидание, я думаю, для гимнасток. Ага, ага, рандарт, лавч, поворотов на 180, прекрасно. Трудные такие прыжки девчонки берутся выполнять. Я поняла, что, наверное, такое направление сейчас, прыжок, он в чём силён? Если ты освоил очень сложный прыжок, у тебя почти злоскал.